Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем день номер 3 и начинаем мы из Лопи метро станция Chinatown. Да, вот мы оделись специально для синтозы, для водных видов спорта, для водных аттракционов. А сейчас необходимо, соответственно, если мы вчера поехали на синтозу на канатной дороге, то сегодня мы поедем сначала на метро, а затем на монорельсе. И вот хочется тогда вам продемонстрировать, как, в принципе, оформляется поездка в метро. Вот у нас есть карточка, которая была выдана первый раз. И посмотрите, мы на нее добавляем сейчас поездку. Вот так выглядит автомат по продаже билетов. Вот мы прикладываем карточку и выбираем добавить поездку. Вот. Выбираем карту. И вот на карте выбираем нашу фиолетовую линию. Нас интересует из Chinatown Harbourfront место. Цена в доллар сорок. Уже двадцать скинули. Видимо, она у них плавающая, в зависимости от пульса. Трудно сказать. Вот, пожалуйста, оформляется у нас дополнительная поездка. Сдача рядом. Десять центов сдачу. И забираем карточку, готовую к дальнейшим поездкам. Затем, когда мы закончим ее выполнять, мы ее сдадим и получим еще в обратный платеж. Что еще интересного хотелось рассказать. Вчера мы повстречались в метро с одним из российских так называемых бэкпэкеров. Это человек, который задешево ездит по странам. Он рассказал, что остановился в каком-то хостеле, где там 8 человек лежаком лежат в ряд. То есть, вот такие вот люди, они и ездят задешево. И, в принципе, кто не хочет контактировать с ними, лучше останавливаться в более дорогих отелях и все получать по высшему разряду. А также, что хочу сказать, вот у этого человека, хоть он и бэкпэкер, у него совершенно какое-то стереотипное мнение о Сингапуре. Он говорит, здесь я два дня, а что мне делать там? Тут больше делать, собственно говоря, нечего. Вот. Мы своей поездкой попробуем это дело опровергнуть. У нас, вот, в принципе, 11 дней. Толковых, наверное, 10 может получиться. И вот посмотрим, что он говорит, что уже за два дня уже не знает, что делать. А мы попробуем найти занятие по интересам на каждый день. Вот так вот выглядит посадочная платформа. Вот мы на нее спустились. И вот за этими стеклянными дверями уже приходит поезд. И останавливается четко напротив них. И, соответственно, уже осуществляется посадка. Вот, смотрите, сейчас дверь откроется. Пришел поезд. Он был без, как вы могли увидеть, если... Ну, сложно разглядеть. Он был без машиниста. Ходит автоматикой. Автоматикой же и закрывается все. Ну, тут, похоже, на московское. Но карта. Все, в общем, довольно удобно. Ну, отключаемся. Встретимся теперь уже на монорельсе. Ни разу на нем не ездили. Еще посмотрим. Только что.